Вы знали, что лечение соды сжигает жир? Да, сода реально его сжигает. Но очень важно знать, как это сделать не только эффективно снижать вес, но и безопасно для вашего здоровья. Вы же не хотите расплатиться здоровьем за снижение веса? Тем более, что вы сможете потом его и набрать, включив хороший аппетит. Поэтому я вам предлагаю топ-5 возможностей разными путями, с разной скоростью, с разной безопасностью снижать вес. А вы уже выберите сами для себя тот путь, который вам наиболее приемлем. Вы знаете, я даже вам в конце предложу немножко больше. Будет топ-6. Бесплатный бонус от доктора Скачков. Итак. На первом месте я вам поставил содовую ванну. Она реально быстро и эффективно снижает вес. Что вам для этого нужно? Обычная ванна, которая есть у каждого дома практически. Вам нужно 150-200 грамм пищевой соды. 100-150 литров горячей воды в ванной. И 1,5-2 килограмма соли на каждые 100 литров воды в вашей ванной. Соль может быть обычная, поваренная, может быть морская. Тут дело не вашего вкуса, а дело вашего выбора. Что вы получаете? Находясь в таком растворе, в содосолевом растворе, при высокой температуре, температура воды 38-39 градусов, ниже нельзя малоэффективно, выше не стоит, потому что больше нагрузка на сердце. Далеко не все выдерживают. А такая температура 38-39 выдержит практически любой. Что вы получаете? 20 минут нахождения в такой ванной, 1,5-2 килограмма на весах вы теряете. Проверьте, возьмите банальные весы, проверьте до или после, за 20 минут 1,5-2 килограмма. Быстро? Быстро? Да. Быстрее? Ну, вы знаете, наверное, вряд ли вы найдете более быстрые способы похудения вот таким, в такое короткое время. Но, знаете, многие из вас посчитают, так, 20 минут 2 килограмма, 40 минут 4, мне нужно сколько сбросить, 20 или там 25-30. Умножаем на время. Ни в коем случае этого делать не стоит. По той простой причине. Посмотрите в банну после такой процедуры. Вы посидели 20 минут, там должно плавать 1,5-2 литра масла. Где они там? Ну, ладно, жировая ткань это 50 на 50 вода с жиром. Ну, 2 килограмм литра масла точно там должен плавать. Где он? Если он не вышел из вашего организма, жир остался. Жир сконцентрировался. Эндогенный жир концентрации увеличилась. Вы потеряли просто воду. Знаете, этот способ быстрый, но далеко не самый эффективный, потому что при хорошем аппетите все легко восполнено. С кем конкурирует? Активные конкуренты этого способа это баня и сауна. Конечно, вы так понимаете, примерно то же самое. Дозированное перегревание организма. Кожа становится красной. Прилив крови, кожи и пошло активное потение в попытке охладиться. Что дает сода в содовой ванне, мне сложно сказать. Но то, что там делает соль, я знаю. Гипертонический раствор поваренной соли усиливает потение, усиливает удаление жидкости через потовые железы. И горячая вода дает один темп снижения веса, а солью все ускоряется. Поэтому действительно, реально все это идет быстро и эффективно. Вы быстро теряете воду, но вода уходит из кровеносного русла. Увеличивается вязкость крови. Если вы чувствуете появление жажды в ванной, это говорит о том, что вы уже пересидели. Если вы перед жаждой, вы должны почувствовать тяжесть. Вот тяжело, вот знаете, голова какая-то вот такая, не такая. Вот это уже говорит о том, что вы более активно, очень активно потеряли воду. Вода ушла в ванну и увеличивается вязкость крови. Что вам нужно делать в этом случае? Ни в коем случае не вскакивать. Не менять положение тела. Вы должны аккуратно вынуть пробочку из ванны, спустить воду. Потом должны полежать, немножко охладиться. Кожа стала не такой красной, то есть кровь вернулась в центральную циркуляцию. Все нормально, сердцу стало легче. После этого вы можете сесть в ванной, только после этого встать. Конечно, оптимальный вариант, когда вы почувствовали себя, не важно. Можно спокойно позвать кого-то, чтобы просто кто-то посидел рядом с вами. И мог контролировать ваше состояние. Почему? Потому что риск при этом способе. Да, быстрый способ, вы понимаете. Чем быстрее ездить, тем больше риск попасть в аварию. Этот способ мало чем отличается от быстрой езды по дороге, тем более по незнакомой для вас пересеченной местности. Поэтому тут нужно двигаться аккуратно, нужно двигаться медленно. И этот способ не самый безопасный в домашних условиях. Конечно, есть, поэтому есть топ-2. Второй способ, я бы сказал, это внутривенное введение соды. Да, когда сода попадает в кровь, резко увеличивается pH крови, и организм, чтобы избавиться от избытка щелочей, выводит их. Самый простой способ введения соды, это мочегонный эффект. И таким образом вы фактически проводите очищение своей крови, очищение своего организма, теряете воду с теми токсинами, шлаками, которые находились в этот момент в крови. Да, прекрасно. В принципе, количество введенной соды и количество потерянной мочи отличается, поэтому вес действительно вы будете снижать. Но вы мне можете задать вопрос, как это сделать в домашних условиях. Да, я понимаю, только под контролем врача, то есть тут не совсем уже домашние условия, раньше ваш домашний доктор возьмет на себя такую процедуру, и под контролем pH крови, потому что резко изменять pH крови не стоит. Знаете, это как валютный курс нацбанка. Захотелось мне сегодня, чтобы доллар был такой, и сказал, вы знаете, экспортеры, импортеры, ну, скажем так, они по-разному могут среагировать на эту ситуацию, для них это изменение условий на рынке. Поэтому резко менять pH крови нельзя, постепенно можно, постепенно теряете мочу, очищение организма, и самое главное, что если у вас там был солевой диатез, лежали соли, оксалата, урата, они постепенно будут растворяться, все прекрасно, добавите нагрузку, увеличите темп попадания соды в кровь, увеличится мочегонный эффект, можете из просто размывания вот этих солей перейти в другое состояние, обострение цистита, простатита, уритрита, то есть конечное дело, мочеводелительность темы, среагирует на эту ситуацию, потому что песочек может пойти. Не дай бог, если у вас там есть камни. Вот тут вы вот эти обострения можете превратить в обострение мочекаменной болезни. Она заканчивается плохо, заканчивается гидронефрозом почки, так и почку потерять нужно, если там у вас в почках лежат камушки. Поэтому тут важен темп введения. Но этот способ, второй способ, только под врачебным контролем. Больше нельзя, по-другому нельзя. Ну, правда, некоторые врачи советуют третий способ. Это принимать соду с водой. Взяли чайную ложку соды, развели в стакане воды, выпили. И с какой-то интенсивностью вы это делаете. Да, действительно, в конце концов, сода попадает в кровь, ощелачивание крови, и вот этот же эффект будет. Да, выделение мочи усиливается. Вот эти все варианты, все эти эффекты, которые с этим связаны, да, они будут. Камни, которые были, если вы не будете торопиться, будут постепенно растворяться, песочек будет растворяться. В принципе, почкам хорошо. Ну, вы знаете фамилии Агула, внеумывакин, они рекомендуют это делать. Ну, есть иностранные врачи, которые там, скажем, Тулио Симончини, он посоветовал. Параллельно еще можно вылечить рак на разных стадиях. Вот, ну, можно вносить соду в лечение рака. Такое видео вы можете найти на моем канале. В зависимости от стадии онкопроцесса зависит влияние соды на этот процесс и как ее можно использовать в этой системе. Поэтому легко можете найти лечение содой рака на разных стадиях, на всех стадиях и посмотреть, что вы можете из этого получить. Потому что, да, действительно, Отто Варбур в свое время определю, что в щелочных условиях раковые клетки не размножаются, да, они там гибнут, и можно такие условия создать. Но, вот это третий способ. Вы не можете обойти желудок. Сода попадает в желудок, если там будет соляная кислота, встреча соды с кислотой вызывает газообразование, появляется угольная кислота из соды, из щелочи. Вот, угольная кислота легко распадается на углекислый газ и воду. Углекислый газ раздражает желудок и вызывает новые порции соляной кислоты образования в желудке. Следующее введение соды опять та же реакция. Вопрос в чем? Так, в принципе, лечили язвенную болезнь, гастриты лет сто назад, когда не было других способов. Мы попадали на атрофию желудка. И вот здесь, если вы какое-то время боретесь со своей кислотой в желудке, а, соответственно, первично боретесь со слизистой желудком, пока вы не добьетесь атрофии, фактически, вот такое реальное сжигание жира в вашем ряде не происходит. До тех пор, выделяясь с мочой, вы получаете просто мочегонный эффект, лечите солевой диетет. Вот как только развивается атрофия слизистой желудка, вот тут сода начинает реально сжигать жиры. Потому что эффективность пищеварения при этом резко снижается, пища фактически перевариться не может, в организм попасть не может, а энергия вам нужна, калории вам нужны. Откуда вы будете брать энергию, силы, естественно, из накопленной жировой ткани? Вот здесь идет сжигание жиров. Но вопрос с какой ценой? Непереваривание пищи в желудке это бонус патогенным бактериям в кишечнике. То есть развивается дисбактериоз кишечника. Развитие дисбактериоза кишечника, это еще Мечников определял, минус 30% жизни. То есть с этого момента, как только вы добились вот такого результата, вы фактически два дня проживаете как три. То есть прожили два дня, а по биологическому возрасту потеряли три. То есть вы активно стареете, вы теряете свою жизнь. Больше того, ну кроме этого, в кишечнике есть еще патогенные представители глистов и паразитов. Тоже редко кто удаляет полностью. Тоже это бонус пища попала. И вот здесь вот, в принципе, благодаря вот такой помощи, или, ну не благодаря, но помощь вы оказали братьям, они вам, соответственно, покушали, выдали кучу токсинов, который та же сода через почки выведет. Процесс нормально, тут все взаимосвязано. Но, когда вы имеете избыточный вес, вы его снижаете таким способом. Вопрос, что вы будете делать, когда вы пройдете ту точку по весу, которую вы хотите. Атрофия желудка, пищеварение не восстановилось. Оно и не восстановится, желудка нет. Идет снижение дальше. Вы попадаете из ожирения, попадаете в дистрофию. Вопрос, кто вам вылечит эту дистрофию потом? Каким образом вы усилиете систему питания, если желудок не работает? Начальный этап переваривания пищи отсутствует. Этап дезинфекции пищи отсутствует. Сильная кислота соляная в желудке убивает всех бактерий. Тех, которые не добьет она, добивает щелочь желчь, которая выделяется в ответ на количество кислоты, которая здесь образовалась. Стоит погасить кислотность желудочного сока, автоматически падает количество секретов в 12-перстной кишке. А это сок поджелудочной железы, это желчь. Пищеварение, мягко выражаясь, нарушается очень жестко. И вы вынуждены, в принципе, принимать ферментные препараты, каким-то образом компенсировать вот этот недостаток своей пищеварительной системы, которая таким образом появилась. Поэтому, если вы хотите вот таким вот способом снижать вес, сжигать жиры, ну, вы должны понимать весь процесс. не просто бантик, на весах цифры изменились в сторону уменьшения. Вы должны понимать, чем это грозит для вашего здоровья и для вашего долголетия. Ну, вы знаете, Блаватская, побывав в Тибете, она нашла интересный тоже способ, похожий способ лечения содой, но более безопасный для вашего желудка. ТОП-4 от Блаватской, это сода с молоком. Смешали соду не в воде, а в молоке. Выпили, в принципе, желудок вы свой защитили, в меньшей степени раздражается желудок, а на выходе сода оказывает вот тот самый положительный эффект. То есть, идет мягкий мочевонный эффект и постепенное растворение солей оксалатов, уратов, мочевая кислота хорошо угодится, то есть, в принципе, лечится солевой диатез, лечится подагра. То есть, с одной стороны, это плюс. Но, с другой стороны, вы знаете, все-таки напряжение по ПАЖ будет. ПАЖ будет подрастать. Значит, в вашем организме будут задерживаться, практически нейтрализовываться кислоты. Снижается ПАЖ на коже, а там ПАЖ 5,5, напомню, нормально. Потому что кислот нет, кислоты погасила сода, она сделала свое дело. Появятся проблемы с кожей. Знаете, ПАЖ толстого кишечника тоже кислый. Если там будет нейтральная реакция, там будут развиваться совсем другие бактерии. Тоже надо иметь в виду это. Дисбактериоз развивается все равно на этом методе. Мягче, чем когда сода с водой, но все равно развивается. Поэтому тоже, вы знаете, не самый простой способ использования соды. Поэтому тут мы уже думаем. Топ-5. На пятое место я поставил бы щелочные минеральные воды. Но! Важно, как их правильно использовать. Если вы просто пьете без меры, вы попадаете на тот же способ, как и сода с водой. Ничем не отличается. Где вы можете использовать щелочные воды? Ну, самый оптимальный вариант это перед физической нагрузкой. Неважно, это будет приусадебный участок или какой-то тренажерный зал или плавательный бассейн. Несущественно. Перед нагрузкой вы приняли, вы создали щелочной резерв крови. Нагрузка, работа мышцы дает кислоты, вы гасите кислоты, вы дольше выполняете эту нагрузку. И у вас будет вышед спортивный результат. Что это еще вам дает? Ну, мягкое очищение организма, потому что все-таки сода обладает мочегонным эффектом. Да, все это будет неплохо проводиться. Что еще? Какой еще бонус? При любом виде физической нагрузки, резко увеличивающийся в крови уровень кислот, увеличивает гвязкость крови, повышает кардиологический риск, сердце перекачивать кровь. Поэтому вот такой щелочной резерв перед физнагрузкой даст вам возможность с меньшей нагрузкой на сердце выполнять ту физическую работу, которую вы хотите выполнить. Ну, спортсменам в 70-х годах вводили соду вену, да, перед стартами, да, они выполняли лучше нагрузки, получали больше результаты. Все это здорово. Но, все-таки, вы знаете, не самый простой способ лечения. Поэтому лучше, можно еще где использовать? После нагрузки. Тоже понятно, почему мышца выработала кислоты. Если вы кислоты эти свое время не удалите, они раздражают мышцы, появляется крепокора или миозит, по-научному. Воспаление мышц мы потеряем мышцы. Поэтому тут очень важно понимать, что после нагрузки в принципе кислоты нужно погасить. и восстановить нужно вязкость крови, потому что любая физическая нагрузка увеличивает вязкость крови. Но, тут очень важно понимать, как это правильно делать. Потому что очень важно сочетание прием соды, нагрузка, прием соды и питание. Вот это должно все взаимодействовать, все должно соответствовать. Потому что, если после нагрузки у вас высокий аппетит, то есть это говорит о том, что в желудке у вас активный желудочный сок, а то вы перевариваете пищу. Ни в коем случае не стоит сюда вливать соду. Дали соду, погасили кислоту, что вы получили, вы нарушили процесс пищеварения и в принципе пошли в сторону атрофии желудка. Так делать нельзя. Поэтому, если после нагрузки у вас появился аппетит, либо улучшаете сразу полужидкую пищу, либо какие-то соки и потом пошла еда. Вот так будет все правильно. И тут мы подошли вот на эти так вот логически подошли к еде по одной простой причине, что все вышеперечисленные способы, они так или иначе безусловно влияют на вес и влияют на объем жировой ткани. Она так или иначе все равно будет потихонечку снижаться. Вопрос, что вы будете делать с теми жирами, как они выйдут из вашего организма, если вы принимаете только соду, воду и фактически вы систему выведения жиров не обеспечили, а вы одновременно не обеспечили удаление жирами тех пестицидов, гербицидов, канцерогенов, которые тоже лежат в жировой ткани, которые тоже вышли в кровь. Вопрос, куда им деться? К работающим клеткам? Или все-таки вы как-то подумаете про обеспечение выведения из организма? Поэтому вот тут наступило время того самого бонуса, о котором я говорил. Топ-6. Вот этот топ-6 это правильное питание, которое поможет безопасно снизить вес и вывести вот эти самые жиры, вывести вот эти самые пестициды, гербициды, канцерогены из вашего организма. Потому что если вы жиры, если вы перед тем, как начать какой-то способ снижения веса, не улучшили работу печени, жир забивает печень, появляется жировой гепатоз. Или стеатогепатит, если токсинов было в жировой ткани много. Что вы получаете на выходе? Жировой гепатоз или стеатогепатит это фундамент, который входит в такой очень распространенный сегодня синдром, называется метаболический. По-другому его называют смертельный квартель. Потому что на жировом гепатозе великолепно развивается гипертоническая болезнь, атерослероз сосудов, сахарный диабет 2 типа и подавра. При лечении соды вы с подаврой в какой-то степени справитесь, потому что соль вы выводите, все остальные позиции у вас не прикрыты. И вам нужно восстанавливать печень для того, чтобы не было атерослероза сосудов, чтобы выводить вот тот самый холестерин, потому что он ляжет по сосудам. Вам нужно восстановить печень, печеночные клетки, печень не управляет обменом сахара, появилась инсулин-резистентность печени и появился диабет 2 типа. Ну а так как атерослероз сосудов и диабет не щадят сосуды, проницаемость сосудов нарушается, снабжение клеток кислородом нарушается, подавра, кстати, тоже повышает часто давления. У вас развивается что? У вас развивается на все эти три ситуации гипертоническая болезнь. И вот она, родимая, проверяет прочность сосудов повышенным давлением, ну фактически на износоустойчивость. И сердце должно под высоким давлением закачивать в эти измененные сосуды кровь, и вы рискуете износом сердца и острой сердечной недостаточностью. Или обострением хронической. Тут уже зависит от того, на каком уровне здоровья вы находитесь перед лечением соды. Или повышенное давление проверяет сосудов на прочность. И вы рискуете инфарктом либо инсультом. То есть вопрос, каким путем вы будете идти от вас зависит. Я вам делаю конкретное предложение. Я готов сделать, есть, знаете, такая любимая диета доктора Скачко. Но вы не найдете эту диету в интернете. Вы не найдете пропись, что делать на завтрак, на обед, на ужин, на полгну. Потому что эта любимая диета будет состоять из ваших, только ваших продуктов питания, которые вы используете в питании. Я вам сложу их правильно, для того, чтобы вы эффективно подняли обмен веществ, и он вам снижал вес круглые сутки, а эффективное повышение работы печени выводило вот те самые белковые токсины, те самые жиры, тот холестерин кислый, который вышел из жировой ткани, вместе с теми пестицидами, гербицидами, канцерогенами, другими токсическими веществами, потому что пища у вас чаще всего не самая лучшая, красители, ароматизаторы, всякие усилители вкуса, это все есть. У них у всех мягко выражается широкий спектр действий и далеко не полезный для вашего организма. Поэтому важно это все правильно сочетать. Темп снижения веса и темп усиления работы печени, которая должна вот эта всю грязь спокойно выводить из вашего организма. Тогда не будете после снижения веса ходить с жировым гепатозом или статом гепатитом, не будете думать, разобьется у вас в полном объеме метаболический синдром или будут только какие-то его части, потому что в принципе уже при двух компонентах и четырех метаболический синдром сегодня ставят. А это большой риск. Не просто так назвали смертельный квартет. Лупит людей неосведомленных. Очень легко и просто. Поэтому если вам хочется снижать вес с помощью соды, не вопрос. ТОП-5 есть, кстати, в ТОП-6. Я не запрещу вам полностью с долгу. А где тоже находятся соды, это тоже лечение соды. Только микродозами и правильно. Поэтому, если вас интересует, как лечение соды сжигает жиль, вы возможности знаете, контакты вы видите. Не вопрос, вы можете по ним легко обратиться. кстати, если кто-то из ваших друзей и знакомых использует какой-то из пяти способов лечения соды, ну, дайте ему это видео. Пусть посмотрит в принципе плюсы и минусы этого процесса. Чтоб человек понимал реально, на что он может рассчитывать. Не только по снижению веса, но и по уровню здоровья, который тоже в принципе может не стоять на месте. Он может вветься в разные стороны. Может снижаться, может повышаться. Все зависит от того, как рационально вы используете лечение соды для вашего здоровья и активного долголетия. Кстати, если вам это видео понравилось, вы его досмотрели до конца, не забудьте сделать вот так. Его посмотрят другие люди и тоже могут оценить это видео в плане того, нужно ли ему и каким образом лучше проводить сжигание соды в жирок. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok